Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь рады, что вы подключились к нам, к нашему каналу, где мы продолжаем исследовать Слово Божие. Особенно в этом квартале мы рассуждаем о Трехангельской вести. И сегодня мы обратим внимание на Первую Ангельскую весть, где мы будем говорить о поклонении Богу. Поклонение Богу Поклонение Богу является центральным моментом всего Писания. Если вы помните, в Ветхом Завете Господь много столетий боролся с народом Божиим, для того, чтобы народ Божий не поклонялся иным богам, а только Ему поклонялся. И мы видим, что сегодня тоже эта проблема существует в современном мире, потому что Господь, обращаясь к современному поколению, Он говорит «Поклонитесь сотворившему небо и землю». Именно вот этот момент сегодня мы постараемся вместе с вами разобрать, чтобы поклонение происходило именно Творцу. Отец Милосердный, Господь Любящий и Праведный, мы обращаемся к Тебе с великой благодарностью и радостью в наших сердцах. Благодарим Тебя за жертву и спасение, которое Ты даришь нам во Иисусе Христе, за возможность исследовать Твое Слово и поклоняться Тебе в Духе и истине. Благослови нас сегодня, чтобы, открывая Слово Твое, мы видели волю Твою и стремились ее исполнить. Во имя Иисуса молим. Аминь. Аминь. Итак, мы видим, что прошел определенный период с того момента, когда Иисус Христос вознесся на небеса. Практически все ученики отошли, за исключением одного его любимого ученика, как он говорил, это Иоанн, его любимый ученик. И мы видим, что он тоже оказался в очень сложном положении. В Римской империи происходят огромные гонения на народ Божий, а также, конечно, и на ученика, любимого ученика Иисуса Христа. Давайте вспомним, что происходило с ним в этот момент, когда перед тем, как он получил видение в книге Откровения, которую он записал. Да, как ты сказал, ученики все погибли и, к сожалению, не своей смертью. Это были все мученические смерти. Но Иоанн тоже оказался не в лучших условиях. Он находится на острове Патмос. По сути, это ссылка для людей, которых государство осудило на такое наказание. Мне кажется, что это был очень непростой период для истории христианской церкви. Мы всегда воспринимаем то, какой была атмосфера внутри самой церкви по книге Даниила первым главам. Все были едины, все были в любви, все делились, заботились друг о друге. И вот, знаете, такой райский уголок на земле. А на самом деле это было только несколько месяцев или, может, первый год. И как только сначала еврейские правители, как только они поняли, что это им угрожает, они начали преследовать христиан. А позже, особенно после 70-го года, когда был разрушен храм, и иудаизм, он стал религией, которую начали преследовать христианство вместе с тем, то ситуация усложнилась еще намного сложнее. То есть теперь они гонимы не только иудеями, они гонимы еще и римской властью. Ученики первоапостольской церкви очень хорошо, то есть они очень буквально восприняли слова Иисуса Христа. Не успеете обойти всех городов, как все это осуществится, когда он говорил о пророчестве, где было и элементы его возвращения, и элементы разрушения Иерусалимского храма. И они думали, что все, это Христос должен прийти, ну вот, вот, в наше время, в нашем поколении. А получается так, Христа нет, церковь в гонении, Иоанн, последний вот ученик, сам сослан на остров Патмос, и возникает вопрос, Господи, где ты? Ты о нас не забыл вообще? Мы правильно поняли то, о чем ты говорил? Ты вернешься вообще на эту землю или нет? Создается такое впечатление, что церковь практически повержена. И вот я для себя в голове провел параллель с книгой Данилова. Вы понимаете, Данил-то пишет свою книгу, находясь в плену, когда город разрушен, храм разрушен, и казалось, что вот-вот и Божий народ падет. Но Господь является и дает ему такое пророчество, которое простирается до последних времен. И нечто подобное происходит с Иоанном на острове Патмос. Когда казалось, что дьявол уже держал победу, Иисус приходит к нему, буквально, условно говоря, посылает своего ангела к нему в пещеру туда, в ссылку, где его попытались изолировать, чтобы он умер там один. И дает весть, которая, ну, по сути, это вторая книга Данила Нового Завета, которая просилается до последних времен, и которая наиболее точно раскрывает все коварные замыслы сатаны и дает Божьим людям оружие, чтобы держать победу, как и Христос одержал. То есть, откровение – это ответ Бога на вот все эти чаяния его последователей. Потому что там, ну, мы когда открываем книгу «Откровение», и в первом стихе мы читаем «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав он и через ангела, своего рабу, своему Иоанну». То есть, он показывает, что же должно произойти, чтобы, опять-таки, они понимали, в какое время они живут и что еще их ждет впереди. Поэтому этими, вот этой книгой Господь хочет показать, что вы мои друзья и дальше. Я о вас не забыл. Я забочусь, я помню. И вот вам повествование к семи церквям, чтобы вы понимали, а что же ждет церковь христианскую в ближайшее время. Итак, мы видим, что книга «Откровение» вообще дана была Иоанну в поддержку вот этих всех рассеянных братьев и сестер от гонений, от тех общин, которые были рассеяны по всей Малой Азии. И ни в коем случае книга «Откровение» не была каким-то запугивающим, страшным тем, что сегодня братья и сестры многие себе представляют. Ведь, согласитесь, что многие не читают именно книгу «Откровение», потому что они говорят, ну там страшно, там звери, огонь, там все горит, все пылает. Но мы видим, что Господь именно эту книгу дал поддержку первых христиан, для того, чтобы они понимали, что должно происходить, как должны события дальше развиваться, и что зачем будет происходить практически до самого конца. И это была полная поддержка именно тех братьев и сестер, которые думали, что Христос вот-вот уже должен будет прийти. Продолжая исследовать эту тему, давайте мы вновь, мы уже неоднократно читали этот стих, но давайте еще раз обратим внимание, это «Откровение», 14 глава, и 7 стих мы обратим особенное внимание на одну фразу. «Он громко взывал к людям, благоговейте перед Богом, воздавайте славу Ему, ибо пришел час суда Его, поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод». Итак, здесь один из таких важных ключевых моментов, говорится, чтобы мы поклонились. Вообще вопрос поклонения, он важен в книге «Откровения» или нет? Ну, мы должны сказать, что вопрос поклонения, он вообще проходит через всю Библию. Он является главным, по сути, вопросом во всей Библии. Мы когда вспоминали в самом начале об истории грехопадения, то мы понимаем, что это тоже как раз был вопрос связан с поклонением, потому что Люцифер, он захотел, чтобы ему поклонялись как Богу. Помните, да, эти тексты? «Сяду в сонме богов и буду сам как Бог». То есть он хотел именно этого, поклонения. И когда мы смотрим на историю израильского народа, Вася сегодня вспоминал, да, о идолопоклонстве народа и желании Бога, чтобы это прекратить. Почему? Потому что, по сути, это был вопрос поклонения. И знаете, что интересно? Не важно, для сатаны не важно, кому вы поклоняетесь. Атеизму, коммунизму, каким-то идолам, коровам, звездам, чему угодно. Потому что все это на его стороне. Если вы поклоняетесь чему-либо, кроме Бога, то вы поклоняетесь сатане. Поэтому этот вопрос, он остается актуальным и здесь в книге Откровения. И опять-таки мы будем видеть, что все эти, о которых вы уже сегодня говорили, казни, язвы, они на кого изливаются? Они изливаются на тех, кто поклонился зверю, принял на чертание, на руку или на чело свое. То есть, опять-таки мы понимаем, что здесь идет вопрос поклонения. И, честно говоря, это будет всегда. Это самое важное, чтобы каждый человек задавался вот этим простым вопросом. Кому на самом деле я поклоняюсь? Или другими словами, кто в моей жизни на первом месте? И это вот сможет помочь нам понять, где же Бог в нашей жизни. Да, и книга Откровения, она наиболее четко, конкретно и в деталях раскрывает весь этот конфликт. который возник, и она пронизана атрибутикой поклонения. Мы постоянно видим храм, который отверст, мы постоянно видим людей, которые там поклоняются. И она как будто бы нас призывает, обрати на это внимание и сделай свой выбор, чтобы оказаться в числе тех, кто поклоняется Агнцу, искупившему нас. Знаете, у наших зрителей может сложиться впечатление, что это какая-то политика. Ну, знаете, ну, просто подумайте, суть поклонения, это просто перед кем ты поклон ударил, да? Перед Богом или перед сатаной. И вот они-то состязаются, у кого больше силы, у кого больше власти, кто там имеет больше авторитета, кто перед кем трепещет больше и так далее. Но на самом деле суть не в том, кто перед кем бьет поклоны, а суть в том, что поклонение, оно приводит нас к какому-то образу жизни. Вот как только израильтяне уходили от Бога и начинали поклоняться каким-то идолам, или, как я уже сегодня говорил, сатане, чем это было чревато? Господь дальше скажет, а исчезла справедливость, а не заботитесь о вдове-сироте, а преступление на каждом шагу, и каждый ищет только того, чтобы обогатиться, суды исковерканы, и все-все идет вот так. И общество начинает разрушаться, загнивать, как мы говорим, и разрушаться. То есть вопрос поклонения, это на самом деле вопрос образа жизни. Как мы живем? Честны ли? Верны ли? Любим ли? Искренними? Не изменяем ли? Это все на самом деле связано с поклонением. Поэтому, когда Бог говорит о поклонении, Он имеет в виду, мы движемся в сторону саморазрушения или наоборот, созидания. Вот почему Бог так остро ставит этот вопрос поклонения. Потому что это говорит о том, по каким принципам мы живем в нашей жизни. Мы как-то с вами говорили, что трехангельская весть – это идентификация адвентистов 7 дня. Вот мне кажется, что вопрос поклонения в книге Откровения – это идентификация нашей принадлежности. Чьи мы? Божьи или не Божьи? Апостол Павел напишет, кому мы рабы, тому и служим. И вот очень важно, чтобы мы для себя определили, хотим ли мы принадлежать Богу. Но мы здесь очень четко и ясно видим, что поклонение – оно не просто какое-то пустое. Мы должны поклониться сотворившему небо, землю, море и источнике. Вот это сочетание вот этих слов. Где-то мы встречаем, да, вроде бы? Да, мы встречаем. Что-то нам напоминает очень сильно. Конечно, это, наверное, напрямую напоминает нам о четвертой заповеди. Ну, то есть, по большому счету, и четвертая заповедь, и вот этот текст, он просто нам напоминает, а почему мы должны поклоняться именно Богу. Потому что Он Создатель, Он Творец, Он Властелин, Он Тот, Кто знает наше устройство лучше всего. Вот, поэтому, если мы поклоняемся Ему, а, следовательно, соблюдаем те заповеди и постановления, которые Он оставил для нас на земле, то это будет нам во благо. Ведь всегда, помните, еще вот это выражение, которое Моисей говорил, что вот я перед вами поставил жизнь и смерть. От чего она зависит? От того, кому будете поклоняться. Вот и все. Поэтому, то есть, мы понимаем, что, я опять возвращаюсь к тому, о чем уже говорил, да, что вопрос поклонения Богу, это вопрос верности Его принципам, которые ведут нас к жизни. Мы никогда не задумывались, что верить в Бога, как Творца, это именно нужно, чтобы была вера. Потому что экспериментально тебе никто не может доказать и показать, что именно ты был создан Богом, понимаешь? И поэтому здесь именно показывается, что вот это поклонение, это верность, полное посвящение Богу, как Творцу. Я думаю, что каждый из вас уже имел когда-то возможность стоять перед ночным небом и просто смотреть звезды, да? И если мы просто смотрим, но потом мы читаем определенные научные, скажем так, открытия, где говорится, каких это все размеров, каких это величин, каких расстояний, то иногда наш разум, как знаете, немножко замыкает, потому что понять это практически невозможно. А Бог говорит, что я каждого называю по имени. И в этом есть наше поклонение Богу, принимая Его как Творца, потому что мы отдаем себя в Его руки, потому что Творец именно может из нас сделать другого человека. Но интересно, возвращаясь опять же к вести первого ангела. Мы верим и говорим о том, что весь первого ангела когда начало звучать? Ну, в 1844 году. В 1844 году. А что еще в мире в это время начинает зарождаться очень сильно? Ну, мы говорили об этом, мне кажется, на самом первом уроке. Вы помните, что как раз теория Дарвина, коммунизм, который вот начинает раскручиваться на территории Западной Европы, это все, и все эти идеи Ницше, которые появятся чуть позже, это все как раз зарождается в один и тот же период. Мне кажется, что Сатана очень хорошо понимал то же порочество Даниила. Он тоже знал, что к чему приводит. И когда мы читаем с вами, например, Евангелие от Матфея, 24 главу, где там идут порочества о последнем времени, то мы видим, что перед тем, как придет Христос, будет подделка. Перед тем, как будет полное излитие святого духа, как мы говорим, позднего дождя, будет подделка. То есть дьявол делает все для того, чтобы отвлечь внимание людей от той главной вести, которая звучит в вести этих трех ангелов, чтобы как раз увести их от поклонения живому Богу и направить взгляды на массу разных теорий, которые сегодня развиваются и сеются в мозгу людей. А в последнее время я вот тоже анализирую общество, анализирую то, что мы воспринимаем. Вы заметили, что теория Дарвина, она стала совсем другой. Теперь уже главная теория – это то, что жизнь, она была принесена из космоса. И вот какие-то зародыши этой жизни, или как выражаются, семена, они были посеяны какими-то инопланетными нашими предками, гуманоидами, или как их там можно назвать. И благодаря этому вот на Земле все это развилось. То есть они поняли, что просто говорится, что это был просто взрыв, и потом в результате каких-то электрических импульсов родилась жизнь – это невозможно. То есть не проходит, не получается. Но, знаете, мне кажется, что в этой второй идее, которая сегодня очень сильно популяризируется, кроется зла намного больше. Потому что она имеет библейский вид. Ведь Бог-то, ну, Христос откуда приходит? Христос-то тоже приходит с неба. То есть жизнь, источник жизни, которым он себя называет, он тоже приходит с неба. И освобождение, оно тоже потом в конце времени приходит с неба. И вот теперь представьте себе, когда Христос, вернее не Христос, когда дьявол, ему нужно будет вот сделать вот эту копию или подделку. Так это очень просто. Мозг современного общества формируется уже на протяжении десятилетий. Что вот супер... Эти комиксы, они же появились еще в 30-е годы. Супермен, Торы всякие и так далее. То есть это все же супер-люди, боги или полубоги, которые приходят на Землю, чтобы спасать человечество. Ну то есть я не удивлюсь, если подделка будет выглядеть именно таким образом, когда какое-то инопланетное существо назовет себя Христом и придет на эту Землю, принеся мир, свободу, решение проблем, болезней и так далее. Ну мы видим проблему современного христианства, что она очень близко сближается с миром, с ним. И в то же самое время они вроде бы признают Бога как Творца, но в то же самое время они верят в миллионы лет и так далее и тому подобное. И в этом есть вопрос поклонения, как мы уже коснулись этого момента, очень важный момент. Потому что если ты полностью отдаешь себя в руки Божьи, ты доверяешь, что Господь есть твой Создатель, Он тебя создал и ничто не другое, это вот есть полное, как говорят американцы, dedication, то есть полное посвящение, которое ты отдаешь в руки Божьи. Они сегодня, как многие христиане, они не могут и в церковь ходить, и также смотреть эти комиксы, фильмы и заниматься другими вещами. Мы с вами же размышляем над первой английской вестью, да? Мы ее разбили так как по урокам на три части, но по сути же это же призыв к одному и тому же, к одному действию. Мы должны убояться Бога, прославить Его, или первое это благоговеть перед Ним, прославить Его и поклониться Ему. Это что? Это атмосфера богослужения, понимаете? Бог приглашает в этой весе первого ангела всю землю прийти на богослужение к истинному Богу, тому, кто достоин этого поклонения, кто действительно не просто словами, не просто тем, что сотворил нас, да, это важно тоже, но и действиями, своими действиями каждый день доказывает, и через книгу Откровения, в том, что Он нас любит, и Он единственный, кто достоин этого поклонения, этой хвалы и этой славы. Мы уже упомянули, что вот эта весть, она очень созвучна с четвертой заповедью. И я бы хотел тоже на этом сделать акцент. Друзья, на самом деле, то, что мы воспринимаем четвертую заповедь, как буквальное повеление для исполнения, это невероятно важно. Да, сегодня будут говорить, да, день не имеет значения, какая разница, то есть главное, чтобы мы не забывали о Боге и мы поклонялись Ему. Нет, друзья, разница есть, потому что именно исполнение воли Божьей и характеризует нас как тех, кто поклоняется Богу, а не кому-то или чему-то другому. И мне кажется, что именно исполнение этой заповеди, оно и ограждает нас от многих ересей и влияния сатаны на наш мозг. Потому что когда даже наши дети, которые, может, еще не разбираются в этих порочествах, потому что вот они растут только и так далее, но они встречаются со своими друзьями, одноклассниками, и те им рассказывают, как классно было в воскресенье на богослужении, и они приходят домой и говорят, папа, а что ж мы ходим в субботу, а они ходят в воскресенье? Мы говорим очень просто, сынок или доченька, ну, посмотри, так написано в Библии, так сказал Господь. Вот и все. И у них сразу появляется четкое определение, ага, значит, я живу так, или я стремлюсь к тому, чтобы жить так, как сказал Господь. А в этом и есть суть поклонения. Хорошо, многие воспринимают как Бога-творца. Он Бог сотворит звезды, галактики, вселенную и все остальное. Но как перенести, что Бог есть твой личный Бог? Ведь Бог, управляя всем, Он есть и твой личный Бог, который тебя лично создал. Давайте мы прочитаем Деяния апостолов, 17 глава, 27 стих, немного нас натолкнет на эти размышления. И это с тем, чтобы они искали Бога, пусть даже ощупью шли к Нему и могли найти Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. О чем этот стих говорит? Где Господь находится? Ну, на самом деле, Бог рядом. Бог рядом. И опять-таки, апостол Павел очень хорошо говорит, что когда мы рассматриваем Траварение Божье, то мы можем тоже увидеть в этом Бога. Но как он дальше скажет? Но люди не захотели. Потому Господь отдал их на их превратный ум. То есть, на самом деле, никто не может сказать, ну, Боже, если бы я мог Тебя найти, то я, конечно, бы жил по-другому. Да нет, друзья. Бога найти всегда было несложно. Всегда. А в наше время тем более. Потому что Библия сегодня доступна каждому человеку. Потому что таких программ, как наша, сегодня масса в сети интернет на разных ресурсах. Поэтому, мне кажется, что оправдания нет никакого. Если, ну, человеку, который мог бы сказать, что, ну, просто не было возможности. Хотел, старался, искал, но, извините, не мог нигде найти. Сегодня, слава Богу, совсем другие обстоятельства. Да, в современном мире это вообще невозможно сказать. Но, говоря о персональном Боге, о моем личном Боге, мы должны понимать интересную вещь, что элементы, которые составляют наше человеческое тело, это те же самые элементы, которые составляют звезды, галактики и все остальное. То есть, Господь есть мой личный Творец. Он соткал меня, как написано в Священном Писании. Мало того, мы видим, когда Господь творил Адама, он вылепил его. Это было персональное, скажем, дело рук Творца. Не то, что он. Он мог словом сказать, но он так не сделал. И поэтому мы видим, что тот Бог, который управляет всеми галактиками, Солнцем, всеми планетами, потому что там идеально все крутится, все вертится, Господь также и нас создал. Если бы мы только немного прикоснулись с того, как наш организм работает, ну, это даже иногда круче, чем все галактики, которые летают. Потому что, как Господь заложил дыхание жизни в человека, как организм работает, это люди, которые исследуют, они просто всегда удивляются об уникальности человеческого тела. И поэтому Господь есть рядом. Мы Его можем найти, если есть в это желание. Этим наш Бог и отличается от языческих богов. Он не просто создал этот мир, устроил все законы и правила, и удалился, ушел, наблюдая, что здесь будет происходить. Он каждый день продолжает участвовать. Христос говорит, Отец мой и до ныне творит, да, и до ныне делает. И интересно, что он же здесь, в книге Откровения, представлен тем же богом, который ходит по Эдемскому саду и кричит, Адам, где ты? И вот в этой вести он ходит и кричит, Дети мои, вы где? Я хочу, чтобы вы были рядом, чтобы вы вернулись домой. Вот этот бог, который и великий, и близкий одновременно. Это какой-то парадокс. Да? Я читаю, например, Соломон посвящает храм и говорит в один момент, Господи, да разве может этот храм вместить Тебя? Небеса небес не могут вместить Тебя. Что уже говорить об этом помещении или сооружении, которое я построил? А я задаюсь вопрос, Боже, Ты такой большой, что все небо Тебя не вмещает. А что есть я? А он говорит, что хочет жить внутри нас, что наше тело является храмом Святого Духа. То есть это вообще сложно себе представить, но мы должны, как Вася уже сегодня говорил, верой принимать это. Что тот бог, который является создателем всей Вселенной, наполняет всю Вселенную, он сегодня хочет жить в сердце каждого человека. Если нам сложно даже понять сегодня Библию, сложно разобраться с какими-то местами, если человек склоняется на колени и говорит, Господи, ну честно, вот услышал что-то о Тебе, что Ты где-то там есть вроде, да? Если Ты есть, войди в мое сердце. Я разрешаю Тебе занять там место. Я бы хотел, чтобы Ты помог мне понять, в чем есть воля Твоя, в чем суть моего предназначения. Пожалуйста, открывайся мне. И я уверен, что этот человек переживет не только понимание, момент понимания Слова Божьего, он переживет вот этот личный опыт прикосновения Божьего к его сознанию, к его сердцу. И я уверен, что он начнет видеть руку Божью вот даже в обыденных вопросах, в обыденных делах намного ярче. Возвращаясь к вести первого ангела, мы встречаем такие три основные фразы. Это Евангелие, суд и творение. Если мы проанализируем вот эти все три слова, как они вот тесно связаны, что общего или какие идеи вот есть в этих трех выражениях? Вы знаете, для меня связывающим звеном в этом всем является не идея, а личность. Смотрите, у нас суд с чем связан? Вот в нашем понимании, да, он связан с Иисусом Христом. Потому что Христос однажды сказал, что Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. То есть Христос у нас и в роли судьи является. С другой стороны, когда мы говорим о творении, мы читаем Евангелие от Иоанна, где написано, вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Богом, и все, что начало быть, то есть все, что было когда-либо создано, оно было создано этим словом. То есть получается, что Иисус Христос является нашим творцом. То есть Он творец, Он судья, Он же и искупитель. А искупитель – это благая весть, что мы спасение получаем даром, по благодати, как мы говорим. То есть все это кроется в одной личности, в Иисусе Христе. И когда мы говорим же о поклонении здесь, в книге Откровения, то по большому счету Библия, честно говоря, хотя мы находим три личности, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, как мы это называем, но мы-то до конца это так разделить и не можем. Когда, например, речь идет о поклонении, поклонитесь Богу, то кому конкретно? О ком конкретно речь идет? Об Иисусе Христе или о Святом Духе, или об Отце, или о всех сразу? Сложно понять, да? Мы даже сами молимся, мы говорим, Господи, кого имеем в виду? А потом говорим, молюсь во имя Иисуса Христа. Кого имею в виду? То есть мы даже не осознаем, но на самом деле, потому что оно очень сложно. Это очень сложно разделить. Да? Поэтому, когда Библия приглашает нас, или вот эта трехангельская вещь, приглашает нас поклониться Творцу и Создателю, то, поверьте, Иисус Христос, ну, Он является и Творцом, и Создателем. Поэтому, вот в чем суть соединения вот этих всех вещей. И благодать, или Евангелие, и Творение, и Суда. Вот Откровение 4 глава 11 стих говорит, «Достоин Ты, Господи, принять славу, и честь, и силу, ибо Ты сотворил все, и по Твоей воле существует, и все сотворено». И действительно, самое главное звено, которое связывает, это есть Иисус Христос, потому что Он есть и благая весть, Он делает, творит суд, и Он Творец каждого из нас. Это очень важно заметить. И последний момент из сегодняшнего урока, который мы должны немного поговорить, он является одним из центральным, это то, что Сам Творец зашел на крест, умер за грехи наши, для того, чтобы мы получили спасение. Вот эта весть, она является самым огромным, важным звеном в плане спасения человека. Что здесь очень важно? Почему так важно, чтобы именно Творец, который создал нас, Он зашел на крест и умер за нас? Это то, что удивляет всю Вселенную и это то, что удивило даже сатану. Он, наверное, никогда не думал, что у Бога может быть такой вариант решения проблемы греха. Ставлю себя на его место. Конечно, это невозможно представить себе до конца, но восстав против Бога, я, как тот, кто восстал, проявил какую-то агрессию, даже если это на уровне интеллектуальных взаимоотношений. Я же всегда чего ожидаю? Что мой оппонент, он начнет защищаться, то есть он тоже начнет проявлять агрессию. Если бы Бог начал проявлять агрессию, то первое, то кроме сатаны, ему теперь нужно еще и проявить агрессию по отношению к человеку. Ну а как это все разрешается? Бог же сказал, чтобы ты знал, что в день, когда ты вкусишь этот плод, ты смертью умрешь. Вот и все. А теперь, когда Бог бы проявил эту агрессию, сатана бы сказал во Вселенной, вот видите, какой наш Творец и Создатель. А он там нам о любви поет и говорит, что вот так вот нужно относиться друг к другу. А о какой любви тут речь идет? Если тут чуть-чуть его ослушался, а тебя сразу вот на костер. А Бог делает совсем по-другому. Он сам отдает себя в жертву. Он сам умирает вместо человека. И вот это то, что, как можно было бы выразиться, обезоружило сатану в его восстании против Бога. Когда Христос умер на Голгофе, всей Вселенной сразу стало понятно, кто есть кто и кто чего на самом деле хочет. Кто хочет заботы, кто хочет дарить жизнь, кто хочет дарить надежду, а кто хочет забирать эту жизнь, забирать надежду, и движен только лишь корыстью и эгоизмом. Поэтому смерть Иисуса Христа вот в этом плане спасения и вот в этой вести и в роли спасителя, как в книге Откровения Центральной Личности, смерть Иисуса Христа играет просто наиважнейшую роль. Вы знаете, когда я перечитываю постоянно вот эту первоангельскую весть, я вспоминаю родителей, когда я что-то нибудь натворил, отец брал ремешок, выходил и искал меня. И поверьте, как бы он меня не звал, я знаю, что в его руках ремень, прятался и не хотел выходить. Вы понимаете, а вот Бог наш в Откровении, в первой ангельской вести, Он выходит искать людей и не так, как учат многие сегодня очень популярные церкви, о том, что Он пришел для того, чтобы только наказать, чтобы уничтожить, чтобы грехи наши раскопать, а Он нас ищет, чтобы простить, принять и вернуть домой. В первую очередь. И те, кто принимает Его, становятся своими детьми, они попадают в объятия добрых и любящих родителей, которые сделают все возможное, и не просто на словах. Мы так уже устали сегодня от политиков, которые говорят, говорят, говорят и ничего не выполняют. Так вот, Христос не просто словом, а своим делом. И книга Откровения это показывает. Он агнец заклонен от начала мира. Он доказал, насколько сильно каждого из нас любит. И поэтому, дорогие друзья, мне кажется, что когда ты слышишь этот нежный голос, Спаситель вызывает, приди, о, друг мой, да, приди ко мне, поклонись, благоговей, признай, что я твой отец, ведь творец-то кто? Я твой отец, я твой родитель. Иди назад в семью. Надо бросить все и бежать к нему навстречу, потому что лучшего быть не может. Один из самых таких любимых мест Священного Писания по этому поводу для меня есть с филиппийцем 2 глава с 7 по 8 стих, где говорится, но уничижил себя самого, а здесь вообще в оригинале говорит, он опустошил себя, то есть он пришел, как пустой сосуд, оставил свое божество, принял образ раба, сделавшись подобным человеку по виду и став как человек, он смирил себя, был послушный до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всего имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И вот это является самым ключевым моментом, что Творец, который имеет власть и силу над всеми планетами, который имеет власть и возможность создать новые миры в доли секунды, поменять все. То есть для Бога не было бы проблем, чтобы все все забыли и все начать заново. Но Бог не пошел этим путем. Он смирил себя, Творец. Он принял образ человека. Мы, я думаю, что мы всю вечность будем постигать и возможно мы даже и вечности не хватит, чтобы постичь вот этот объем, как Бог мог стать человеком, унижив себя до такой степени. И он был послушный даже до смерти. И смерти какой? Крестный. Мы знаем, что Христос умер непростой смертью. Он умирал вечной смертью, потому что разлука между Отцом и им, то есть между Богом и Христом, это была вечная разлука. Дорогие друзья, мы это будем постигать, всю вечность. Для нас это сложно сегодня. Мы только прикасаемся к этой истине только чуть-чуть, чтобы понять, насколько Бог любит каждого из нас. Поэтому я бы хотел даже обратиться сегодня к вам, дорогие друзья. Если вы сегодня чувствуете, услышав вот эту вещь, что Бог Творец, который создал вас, который знает количество волос на вашей голове, который знает количество каждой клетки, что как работает в вашем теле, он ваш личный Бог. Он хочет быть вашим персональным Богом, но он пришел и умер за каждого из вас. Он отдал жизнь свою, чтобы мы имели вечную жизнь. И ему благодарность за это, потому что мы это будем постигать, всю вечность, его любовь, его желание спасти каждого из нас, оно просто безграничное. Поэтому ему слава во веки веков. Давайте мы помолимся. Господь, мы вновь обращаемся к Тебе. Сегодня мы, разбирая вот эту весть первого ангела, где говорится, что поклонитесь создавшему Творцу, Господи, мы имеем это желание. Мы хотим Тебе поклоняться и отдать свою жизнь полностью в Твои руки. Мы просим, веди каждого из нас, всех наших зрителей благослови и даруй им мудрости, чтобы они тоже, Господи, служили Тебе всегда. Все веряем и славим Тебя как Создателя Вечного, как Творца и Искупителя во веки веков, Господи наш. Аминь. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»!